Всем привет! Сегодня у меня будет видео про забросы спиннингом. Я сначала хотел записать видео про забросы мультипликаторной катушкой, но потом, когда вот был на водоеме, обратил внимание, что, ну не знаю, наверное, процентов 95 спиннингистов не умеют правильно забрасывать спиннингом. Поэтому сегодняшнее видео, оно будет посвящено как азам, как правильно держать катушку, как делать базовый заброс. Также оно будет про три заброса, которые также вам необходимо знать, для того, чтобы забрасывать спиннинг вообще в любых ситуациях. Кусты, трава, там, без разницы. Сразу уточню, все, о чем я скажу, будет касаться забросов на короткие дистанции спиннингами специально для этого приспособленными. Ну, грубо говоря, спиннингами не длиннее 2,3 метра с короткими ручками. По сути, под эту категорию попадают большинство, наверное, видов спиннингов. Это и ультралайты, и лайты, и под 130-е воблеры. Безусловно, если говорить про какие-то дальние и сверхдальние забросы, то техника будет совсем другой. Итак, пункт первый. Правильный хват и правильное использование катушки. Катушку нужно держать между указательным и средним пальцем. Это делается для того, чтобы в случае, когда нужно вовремя остановить леску, можно было указательным пальцем прижать ее к бортику шпули. По моим наблюдениям, так не делает 99% спиннингистов. Все тормозят леску второй рукой. Но это в корне неправильно. Если вы хотите кидать быстрее, точнее и лучше, нужно обязательно использовать указательный палец. Почему мультипликаторной катушкой легче кидать в сложных и стесненных условиях? Правильно, потому что там всегда есть возможность вовремя и быстро затормозить большим пальцем леску. Вот здесь то же самое. Вообще все операции по управлению спиннинговой катушкой нужно производить одной рукой. Вторая рука нужна только для того, чтобы откинуть дужку и вращать ручку катушки. Смотрите, как это происходит. Пальцем производится зацеп лески, потом заброс, остановка пальцем и сброс дужки катушки вращением ручки. Многие думают, что сбрасывать дужку катушки вращением ручки нельзя, и она сломается. Но это в корне неверно, потому что в механизме катушки эта возможность предусмотрена, и она работает. Касаемо спиннингового заброса. Как только люди это не делают. Я вот понаблюдал за рыбаками, и это просто, ну я не знаю, вот до смешного доходит. Люди пытаются бросать спиннинг, как будто это молот, то есть всем корпусом. Они вот так размахиваются и вот так кидают. Некоторые вообще делают, чтобы подальше полетело, они вот так размахиваются, кидают, и еще вот так вот перехватывают руку и вытягивают спиннинг вперед. Это все в корне неправильно. Видно, что люди не понимают основу заброса. Основа заброса это не в том, чтобы со всей силой размахнуться, а в том, чтобы придать импульс самому бланку спиннинга, и он бросит уже за тебя. И это особенно актуально в маленьких весах. Маленький вес нереально практически забросить, не загрузив правильно бланк. Итак, как сделать правильный спиннинговый заброс? На самом деле очень просто. Главное помните, что вот эта часть руки у вас должна быть прижата к туловищу, а работает только предплечье и кисть. Смотрите, как это выглядит. Все. Вот, вот движение. Вверх загрузили бланк, отпустили. Бланк сам приманку выплюнул. Это базовый заброс, называется оверхед. Это то, что вы должны, не знаю, ну, основа основ всех остальных забросов. Если в этом забросе вы научитесь правильно загружать бланк, во всех остальных вам будет это тоже просто сделать. Понятное дело, что это заброс для открытых пространств, и спиннингисту, особенно который ловит на малых реках, он не всегда доступен, а можно сказать, наверное, доступен лишь в малой степени, потому что постоянно то ветки свисают, то с богу какие-то камыши растут, а по факту все и сразу. Зачастую бывает такое маленькое окошко, через которое нужно каким-то образом кидать. И вот здесь этот базовый заброс, оверхед, он не подходит. Поэтому для этой цели нужен другой заброс, который называется питчинг. Кстати говоря, у американцев и японцев названия забросов несколько разнятся. Итак, смотрите, как он выполняется. Я делаю свес приманки на уровень катушки, и дальше делаю следующие несложные движения. Обратите внимание, что в этом забросе вам не нужно нагружать бланк. Приманка у вас просто свободно сходит с руки. В случае, если этот воблер, держите его за корпус. Это и есть заброс, который называется питчинг. Его основная цель – задать полет приманки как можно ниже над водой, чтобы она залетала под какие-то кусты, которые часто бывают с другого берега, нависают над водой. Смысл вообще этого заброса – кидать как можно точнее. То есть, когда вы ловите им с лодки, он очень помогает, когда нужно облавливать такие небольшие окошки травы. Когда ловите на малых реках, закидывать между коряжками, под коряжки, под нависающие ветки тоже нужно этим забросом. Этот заброс, я скажу так, что, наверное, на 50% я его использую в своих ходовых рыбалках на малых реках. А то, может быть, и больше. Следующий заброс называется флиппинг. Он сложнее, чем два предыдущих заброса, но он практически является незаменимым в сложных условиях. По сути, он служит для тех условий, где вот есть только одно такое небольшое окно, куда можно просунуть спиннинг и сделать там пару забросов. Вот для этих целей он и служит. Выполняется он полностью за счет игры, точнее, инерции бланка удилища. Смотрите. На самом деле, вся сложность этого заброса не в том, чтобы правильно загрузить бланк, а в том, чтобы кидать точно. То есть, я практически уверен, что многие из вас быстро научатся его делать, но вот точно попадать придется попотеть. И еще такой момент, что этот заброс выполняется легче с мультипликаторной катушкой, чем спиннинговой. По крайней мере, у меня. У этого заброса есть один нюанс. Предплечье здесь служит стопором для бата-удилища, для того, чтобы лучше загрузился бланк. Смотрите, как это происходит. Вот. Вот и все. Третий заброс, он гораздо проще, чем два предыдущие, но также необходим для тех, особенно, кто ловит головля на малых реках. По той причине, что он позволяет забрасывать из положения сидя. По той причине, что головля, опять же, рыба, которая боится, когда ты подходишь в полный рост, нужно подкрадываться сидя. А зачастую, это единственный заброс, который можно сделать из такого положения. Этот заброс выполняется следующим образом за счет инерции бланка-удилища. Именно поэтому я лично его называю катапульта. Выполнять его несложно, но, опять же, чтобы точно им попадать, придется приложить определенные усилия. И маленький такой совет. Если вы будете закидывать воблеры, а зачастую этим забросом приходится кидать именно воблеры и блесны, его нужно держать за задний тройник. Ни в коем случае за тело воблера, а именно за задний тройник, иначе вы поймаете сами себя. По сути, это все забросы, которые вам нужно знать для того, чтобы успешно ловить спиннингом практически во всех условиях. Но это не три заброса, это имеется в виду базовые, это четыре. Но еще к этим забросам я, может быть, добавил бы маятниковый. Но маятниковый заброс даже, мне кажется, не стоит того, чтобы ему уделять времени, потому что он очень простой. У вас, наверное, возник вопрос, как этим забросам легче всего научиться? И ответ здесь простой. Когда у вас не ловится рыба, а она же ловится не всегда, вы просто начинаете тренировать эти забросы. И вы сами не заметите, как через две-три тренировки, грубо говоря, у вас-то начнет получаться. И рыбы потом, соответственно, вы начнете ловить больше, так как у вас будет больше возможностей докинуть в те места, в которые вы раньше не докидывали. Если вам понравилось это видео, жду ваших комментариев, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. И если будет хорошая реакция, я обязательно сделаю такое же видео, только по забросам мультипликаторной катушкой. Пока-пока.